То, о чем в Америке пока лишь мечтают, для нашей страны уже реальность. Нарисованный на компьютере маневр, кульбит и многие другие фигуры высшего пилотажа, считавшиеся раньше невероятными, может выполнять наш МиГ-29 ОВТ. Этот самолет, уже практически готовый к запуску в серию, стал настоящей звездой авиасалона МАКС-2005. Этот необычно окрашенный самолет МиГ-29М, он должен был прийти на смену базовому 29-му. Его основные внешние отличия — зуб на стабилизаторе, острая передняя кромка наплыва и отсутствие дополнительного воздухозаборника. Таких самолетов до 1991 года успели построить всего шесть. Один из них и получил двигатель с отклоняемым вектором тяги. Именно эта особенность двигателя позволяет 29-му творить в воздухе настоящие чудеса. Летать хвостом вперед, крутить сальто и выполнять фигуру бумеранг. Что позволяет делать отклоняемый вектор тяги, я надеюсь, вы сегодня видели в воздухе. Задача в процессе шоу продемонстрировать то, что вот эта область нулевых скоростей и отрицательных скоростей, когда самолет движется вперед хвостом, это область, в отличие от предыдущих самолетов, предыдущих поколений МиГ-29 и Су-27, которые умели кратковременно скользить на хвост, выходить в Кобру, так сказать, выполнять Кобру. Показать, что эта область стала управляемой, полет в этой области самолета стал управляемым. Аэроплан. Аппарат, который в отличие от воздушного шара, тяжелее воздуха. Когда-то сам факт полета таких устройств казался огромным достижением. Первые самолеты были весьма маневренными и могли садиться на любую относительно ровную площадку. Потом пришла скорость, и за нее пришлось платить. Снижение маневренности и ростом требований к ВПП. Для разворота теперь требовались сотни метров. Для взлета и посадки – бетонные полосы. В 60-е годы на Западе и в СССР появились первые реактивные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой – Харьер и Як-38. Вертолетные качества достигались за счет поворотных сопловых насадок. Они направляли реактивную струю вниз. Уже во время первых полетов выяснилось, что изменение вектора реактивной тяги дает самолетам большие преимущества при маневрировании во время воздушного боя. Началась работа над двигателями с отклоняемым вектором тяги. Главной ее целью было сделать более маневренными истребители и штурмовики с обычным взлетом и посадкой. Такие отменные характеристики маневренности самолет получил благодаря вот этим вот двигателям РД-133. Основное отличие от обычного двигателя – способность отклонять вектор тяги. С самого начала подвижные сопла пытались делать двух видов. Так называемые плоские, более простые, состояли всего из четырех лепестков. Такая конструкция обеспечивает изменение вектора тяги лишь по горизонтали и вертикали. К тому же при большей надежности и меньшей заметности для радаров весьма громоздко и тяжело. Более совершенной является тип двигателей СОВТ, оснащенный круглыми поворотными соплами. Этот диковинный живой стальной цветок может обеспечивать отпланение реактивной струи в любом направлении и делает самолет феноменально маневренным. Кобра Пугачева. Еще недавно эта фигура высшего пилотажа поражала воображение. Сухие были королями маневра несколько лет. Конструкторы ОКБ Климова с разработкой нового двигателя для Мига задержались. Но саму идею отклонения вектора тяги они воплотили на принципиально новом, более высоком уровне. На МАКС-2005 стало ясно, что у детища ОКБ Сухова появился достойный конкурент – МиГ-29 ОВТ. В отличие от сопел Сухова, изменяющих направление реактивной струи лишь в одной плоскости, сопла нового Мига-29 всеракурсные. У этой машины новые возможности для маневра. Механизм управления спрятан под этими обтекателями. Их всего три и расположены они примерно под 120 градусов друг от друга, что обеспечит отклонение сопла в любую сторону. Отклоняется вектор тяги примерно на 15 градусов. Первый раз МиГ-29 ОВТ поднял в воздух герой России, летчик-испытатель Павел Власов. Произошло это еще в августе 2003 года. Вопреки прогнозам скептиков подтвердилась высочайшая надежность двигателя. Все боятся того, что ресурс будет недостаточным. Это все движущиеся конструкции, так сказать. Но пока я должен к чести производителей двигателя, разработчиков двигателя и сопла сказать, что вот с момента начала испытаний два года назад до настоящего момента ни одной даже самой мелкой детали в системе сопла и двигателя не было заменено. На МАКС-2005 показательные полеты 29-го проходили под непрекращающиеся овации и крики восторга. Казалось, что в воздухе не самолет, а инопланетный корабль, который может двигаться вопреки всем законам физики. Двойной кульбит. Бумеранг. Еще кульбит. Вся эта акробатика предназначена, конечно, не только для того, чтобы поразить публику и своей эффектностью привлечь потенциальных покупателей. Успешное освоение и применение таких фигур в ближнем воздушном бою не оставит пилотам самолетов противника никаких шансов. Не нужно долго заходить врагу в хвост. Молниеносное сальто, и он в прицеле скорострельной пушки. Несмотря на наличие двигателя с отклоняемым вектором тяги, в кабине для летчика осталось все привычным. Добавился только один тумблер. Включение режима ОВТ. Пока 29-й СОВТ существует лишь в единичном экземпляре. Но в отличие от своих западных конкурентов, он может быть запущен в массовое производство в самое ближайшее время. Серийно выпускаемых самолетов и самолетов-прототипов, но которые близки по фазе к серийному производству, как мы сейчас в мире, этого нет. То, что отклоняемый вектор тяги придает самолету феноменальную маневренность, очевидно. А вот нужна ли она? Имеет ли перспективы сам ближний воздушный бой? Этот спор ведется уже не одно десятилетие. С тех пор, как на самолеты стали в массовом порядке устанавливать эффективные ракеты воздух-воздух. Критики докфайтинга говорят, что самолет, оснащенный современными ракетами, просто не подпустит к себе противника. Развитие вооружений поставило будущее маневренного воздушного боя под вопрос. Оно же на этот вопрос и ответило. Ближнему бою быть. Современные системы противодействия позволяют самолетам все эффективнее уклоняться от ракет противника. Запас ракет средней и большой дальности на любом самолете не так уж велик. Выпустив их, они неизбежно должны будут помериться силами в докфайтинге. И здесь победа, несомненно, будет принадлежать самолетам с ОВТ, таким, как российский МиГ-29. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин